Есть в стране поэты, писатели, драматурги. Нобелевский лауреат у нас один, вернее одна. Мы пишем, читаем, говорим на разных языках. Официальных языков у нас два, а мова одна. Мне тоже хочется быть частью общего, людей, культуры, истории, страны. Я много думал, пока не явилась идея, неожиданная одна. Хотя книги-проза мне нужна певица. Певиц у нас много, а Руся одна. Мы решили снять маленький фильм и посвятить его Светлане Алексеевиче, той самой единственной, которая объединяет нас во многих. Каб мы, Николи, не были одны. Такое маленькое кино. Вот человек захотел рассказать спев, и вот что у него получается. Да, рассказать спев, так красиво. Да, рассказать спев. Спеть прозу. Это же, ну, нетривиально, скажем так. Я, может быть, в мире это когда-то и делалось, но, во-первых, думаю, что это редкая история, потому что, в общем-то, и стихотворен, то форму, и все хорошо поют. А что же делать? В нашем случае надо сделать что-нибудь с намеком на народную культуру, верно? Перевод на белорусский язык. Это да. Наш нобелевый сковорят. Пишет она на русском. Этот перевод сделан, поскольку все равно она писательница наша. Это вельми цудовный первоклад. Цудовный. Цудовный. Выкшталционный. Это изысканный. А, вот такой слударь. Выкшталционный первоклад. На скале, чтобы у нас включались губы и мышцы, все. Поскольку это проза, и поскольку это, скорее, уже ритмика за счет пения выправляется, это почти импровизация. Но не то, что импровизация, в народной песне есть определенные закономерности. И в эти закономерности, как бы, условно, в такую форму можно вложить и прозаичный тех, мне кажется. А, два, три, четыре, пять. Если ты людей, в принципе, не разговаривали, а пели, а ты же проповедник самой главы. Проповедник пения и голоса. Что можно петь вообще в жизни все время. Попробуй. Если бы люди пели, они бы пели вот так. Ну, как рассказывали, так пели. Ну, да. А это новый язык. Гадаем на книге Алексеевича. С чего почать? Я тебе тут навык текст подрихтовала. Ну, добро буду казать от души. Уган только буду петь от души. Только буду петь от души, да. Важно просто попытаться вот этот текст вложить, так сказать, в дискурс архаичной песни. Там есть свои закономерности. Есть свои закономерности фонетические, ритмические, опевания, мелизматика. Получится наш проект или нет? Ты-ка его бы пальцем куда-нибудь. Вот, вот, вот здесь. Вось хлебница. Ну, вот тебе и все. Будет хлеб, будет и песня. Все правильно. Будет хлеб, будет песня. Будет книга, будет и песня. Да. Хорошо, я готова. Давай попробуем. Про что я молюсь? Спытайте у меня, про что я молюсь? Я не в церкви молюсь. Дома. У раннего, або у вечера, коли усе спять. Я хочу кахать. Я кахаю. Я молюсь за свое кахание. А мне? И вспоминать. Может, ты рыбы на усилякий выпадок, а что я молюсь? Про что я молюсь? Про что я молюсь? Вспытать его мяней, про что я мой? А, Люся, я не у церкви молюсь, молюсь, ай, дом мой. Уроне, 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 уроне. И чары клево сей спять Яй-хакачой Яй-хакачоу Кахать Яй-хакаю 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 Вот так вот. У меня аж глаза закатились в пару моментов. Яй-хакаю 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 Яй-хакаю